Через 18 лет после первого видения пророк Джозу Смит написал подробный рассказ о произошедшем с ним. Он столкнулся с противостоянием, преследованием, домогательствами, угрозами и жестокими нападениями и все равно продолжил храбро свидетельствовать о первом видении. Я действительно видел свет, и посреди этого света я видел двух лиц, и они действительно говорили со мной. И несмотря на то, что меня ненавидели и преследовали за то, что я говорил, что видел видение, все же это была истинная правда. Я знал это. Я знал, что Бог знает это. Я не мог и не смел отрицать это. В самые трудные часы Джозеф возвращался в своей памяти почти на два десятилетия назад и вспоминал о несомненности Божьей любви к нему и о событиях, с которых началось давно предсказанное восстановление. Размышляя о своем духовном пути, Джозеф сказал, «Я не виню тех, кто не верит в мою историю. Если бы я не испытал того, что было со мной, я и сам бы не поверил в это». Но эти события были реальны, и он никогда не забывал и не отрицал их. Отправляясь в картиж, он спокойно подтвердил свое свидетельство. «Я иду, как агнец на заклание», – сказал он, «но я спокоен, как летнее утро. Моя совесть непорочна перед Богом и перед всеми людьми». Пример пророка Джозефа содержит для нас один урок. Помимо тихого руководства, которое мы получаем от Святого Духа, время от времени Бог с огромной силой и очень индивидуально подтверждает каждому из нас, что Он знает и любит нас, и что Он благословляет нас особо личным и открытым образом. Затем, в моменты трудностей, Спаситель дает нам возможность вспомнить эти моменты. Подумайте о своей жизни. За многие годы я выслушал от святых последних дней по всему миру тысячи глубоких рассказов о духовном опыте, подтверждающих мне без всяких сомнений, что Бог знает и любит каждого из нас, и что Он с радостью готов открыть нам Себя. Подобный опыт может прийти в ключевые моменты нашей жизни. Либо, напротив, эти события могут показаться чем-то незначительным, но их всегда сопровождает исключительно мощное духовное подтверждение Божьей любви. И память об этих ключевых духовных событиях побуждает нас опуститься на колени, провозглашая, подобно Джозефу, «То, что я получил, было с небес. Я знаю это. И я знаю, что Бог знает тот факт, что я это знаю». Проразмышляйте о своих духовных ключевых воспоминаниях, а я между тем приведу несколько примеров других людей. Много лет назад престарелый патриарх Кола, у которого был порог двух сердечных клапанов, умолял на тот момент доктора Рассела Нельсона вмешаться, хотя в то время для лечения поврежденного второго клапана готового хирургического решения не существовало. В конце концов, доктор Нельсон согласился сделать операцию. Вот что сказал президент Нельсон. Уменьшив закупорку первого клапана, мы перешли ко второму. Мы обнаружили, что он не поврежден, но он так сильно расширен, что больше не может функционировать как следует. Когда мы осматривали этот клапан, мой разум получил ясное внушение – уменьшить длину окружности. Я сказал об этой мысли своему помощнику. Ткани клапана хватит, если нам удастся удачно уменьшить кольцо для его обычного размера. Но как? И тут у меня в голове появилась яркая картинка, на которой было видно, каким образом можно наложить швы, чтобы и тут, и там образовались складки. Я до сих пор помню это мысленное изображение с многочисленными пунктирными линиями в тех местах, где требовалось наложить швы. Мы сделали все именно так, как мне было показано. Мы опробовали клапан и обнаружили, что течь значительно уменьшилась. Мой помощник сказал – это чудо. Патриарх прожил еще много лет. Доктор Нельсон был направляем свыше. И он знал, что Бог знает тот факт, что он знал, что его направляют. Мы с Кэти познакомились с Беатрис Магре во Франции 30 лет назад. Беатрис недавно рассказала мне об одном событии, которое произошло вскоре после ее крещения в подростковом возрасте и повлияло на ее духовную жизнь. Вот что она рассказывает. Молодежь нашего небольшого прихода поехала вместе со своими руководителями на пляж Лаконо, расположенный в полутора часах езды от Бордо. Перед возвращением домой один из руководителей решил сделать последний заплыв и нырнул в океанские волны в очках. Когда он вынырнул, очки пропали. Они потерялись в океане. Из-за потери очков он не мог везти машину. Мы могли застрять вдалеке от дома. Исполненная верой сестра предложила нам помолиться. Я проворчала, что молитва ничего не даст. И с тяжелым сердцем присоединилась к совместной молитве нашей группы. Мы стояли по пояс в мутной воде. Как только молитва закончилась, я протянул руки, чтобы обрызгать всех водой. И когда мои руки скользнули по поверхности воды, пара очков оказалась у меня в руках. Мою душу пронзило мощное чувство, что Бог действительно слышит наши молитвы. Беатрис была благословлена. И она знала, что Бог знает тот факт, что она знает, что она благословлена. Спустя 45 лет она вспомнила об этом, словно это было вчера. Истории президента Нельсона и сестры Магре сильно отличаются друг от друга. Однако в сердце каждого из них запечатлелись незабываемые, ключевые духовные воспоминания о Божьей любви. Эти определяющие события часто происходят во время того, как люди изучают восстановленные Евангелия или делятся им с другими. Эта фотография была сделана в Сан-Паулу, Бразилия. В 2004 году сестре Флорипис Лусилии Дамасио из Кола и Патинга, Бразилия, было 114 лет. Говоря о своем обращении, сестра Дамасио рассказала мне, что миссионеры в ее деревне дали благословение священству больному младенцу, который находился в критическом состоянии, и он чудесным образом выздоровел. Она захотела узнать больше. Когда она молилась об их послании, неопровержимое свидетельство Духа подтвердило ей, что Джозеф Смит был пророком Бога. В 103 года она крестилась, а в 104 получила обличение. После этого каждый год она совершала 14-часовую поездку на автобусе, чтобы провести неделю в храме. Сестра Дамасио получила подтверждение с небес, и она знала, что Бог знает тот факт, что она знает, что это свидетельство истины. Вот духовное вспоминание с моего служения на миссии во Франции 48 лет назад. Когда мы с напарником ходили по домам, то оставили одной пожилой женщине книгу Мормона. Мы вернулись в квартиру женщины через неделю, и она открыла нам дверь. Еще прежде чем было произнесено хоть одно слово, я ощутил осязаемую духовную силу. Эти мощные чувства сохранились, когда сестра Алис Адюбер пригласила нас домой и сказала, что прочитала книгу Мормона и знает, что она истинна. И когда мы вышли из ее квартиры в тот день, я помолился. Небесный Отец, пожалуйста, помоги мне никогда не забывать то, что я сейчас почувствовал. И я не забыл. В обычной, на первый взгляд, ситуации, у двери, похожей на сотни других дверей, я почувствовал силу небес. И я знал, что Бог знает тот факт, что я знаю, что отверстия небесные были открыты. Эти определяющие в духовном смысле моменты приходят в различное время и различными способами, индивидуально для каждого из нас. Подумайте о своих любимых примерах из Священных Писаний. Люди, слушавшие апостола Павла, умилились сердцем. Ломонийка Авиш поверила в необычайное видение ее отца. Янас у себя в голове услышал голос. Мой друг Клейтон Кристенсен рассказывал об одном случае, когда он в состоянии, преисполненном молитвы, читал книгу Мормона. Удивительный, теплый, полный любви дух окружил меня и пронизал мою душу, окутывая меня, всего меня таким чувством любви, которого я даже не мог вообразить. И эти чувства возвращались каждый вечер. Бывают такие моменты, когда духовные чувства нисходят в наше сердце, подобное огню, озаряя нашу душу. Джозеф Смит объяснял, что иногда мы испытываем неожиданный всплеск идеи, а иногда чистый разум вливается в нас. Президент Даллин Оукс, отвечая искреннему человеку, который заявлял, что у него никогда не было подобного опыта, сказал, «Возможно, на вашу молитву ответ приходил снова и снова, но вы сосредоточили свои ожидания только на том, чтобы увидеть великое знамение или услышать громкий голос, поэтому думаете, что не получили ответа». Сам Спаситель говорил о великой вере людей, которые были благословлены огнем и Духом Святым, и не знали этого. Недавно мы слышали, как президент Рассел Нельсон сказал, «Я приглашаю вас глубоко и часто размышлять над следующим ключевым вопросом. Как вы слушаете его?» Я также приглашаю вас сделать все, чтобы слушать его внимательнее и чаще. Мы слышим его в наших молитвах, в наших домах, в священных писаниях, в наших гимнах, достойно принимая причастие, заявляя о своей вере, служа другим и посещая храм вместе с собратьями по вере. Определяющие в духовном смысле моменты приходят, когда мы с молитвой слушаем генеральную конференцию, когда стремимся лучше соблюдать заповеди. И дети, вы тоже можете все это испытать. Помните, Иисус учил и служил детям этих людей, и дети говорили, «Нечто великое и чудесное». Господь сказал, «Эти знания даны вам Духом Моим, и если бы не сила Моя, вы не смогли бы иметь их. А потому вы можете свидетельствовать о том, что вы услышали голос Мой и знаете слова Мои. Мы можем услышать его благодаря благословению несравненного искупления Спасителя. И хотя мы не можем выбирать время, когда эти определяющие моменты наступят, президент Генри Айринг дал нам для нашей подготовки такой совет. И сегодня, и завтра вечером, вы можете молиться и размышлять, задавая такие вопросы. Было ли у Бога послание лично для меня? Замечал ли я его руку в моей жизни или в жизни моей семьи? Вера, послушание, смирение и искреннее намерение открывают отверстие небесное. Возможно, вы думаете о своих духовных воспоминаниях так. Постоянно молясь, обладая решимостью соблюдать наши заветы и даром Святого Духа, мы держим свой курс по водам жизни. Когда личные трудности, сомнения или разочарования омрачают наш путь, или когда обстановка в мире, которая не находится в нашей власти, заставляет нас сомневаться в будущем, тогда ключевые духовные моменты из нашей книги жизни становятся светящимися камнями, которые освещают путь впереди и заверяют нас, что Бог нас знает, любит и послал своего Сына, Иисуса Христа, помочь нам вернуться домой. И когда кто-то отставляет свои ключевые воспоминания в сторону и сбивается с пути или запутывается, мы обращаем их в сторону Спасителя, делясь с ними своей верой и воспоминаниями, помогая им вновь открыть эти драгоценные духовные моменты, которыми они когда-то дорожили. Некоторые духовные моменты настолько священные, что мы храним их в своей духовной памяти и не делимся ими. Ангелы говорят силой Духа Святого, а потому они говорят слова Христа. Ангелы не перестали служить детям человеческим, ибо вот, они подчинены Христу, дабы служить согласно Его повелению, являя себя тем, кто сильной веры и крепкого разума во всяком виде благочестия. И Утешитель же, Дух Святой, научит вас всему и напомнит вам все. Примите свои священные воспоминания, верьте в них, записывайте их, делитесь ими с семьей. Будьте уверены, что они приходят к вам от вашего Небесного Отца и Его возлюбленного Сына. Пусть они дадут вам терпение, которое поможет преодолеть сомнения, а также дадут понимание смысла ваших трудностей. Обещаю вам, если вы с готовностью признаете и будете тщательно беречь и хранить ключевые духовные события, происходившие в вашей жизни, тогда и все больше и больше будет с вами происходить. Небесный Отец знает и любит вас. Иисус есть Христос. Его Евангелие было восстановлено. И если мы останемся верными, я свидетельствую, что мы станем Его народом во веки. Во имя Иисуса Христа. Аминь. Субтитры создавал DimaTorzok, 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 You might think of your spiritual memories this way. With constant prayer, a determination to keep our covenants, and the gift of the Holy Ghost, we navigate our way through life. When personal difficulty, doubt, or discouragement darken our path, or when the world conditions beyond our control lead us to wonder The spiritually defining memories from our book of life are like luminous stones that help brighten the road ahead, assuring us that God knows us, loves us, and has sent His Son, Jesus Christ, to help us return home. And when someone sets his or her defining memories aside and is lost or confused, we turn them toward the Savior as we share our faith and memories with them, helping them rediscover those precious spiritual moments they once treasured. Some experiences are so sacred that we guard them in our spiritual memory and do not share them. Angels speak by the power of the Holy Ghost, wherefore they speak the words of Christ. Angels have not ceased to minister unto the children of men, for, behold, they are subject unto Christ, to minister according to His command, showing themselves unto them of strong faith and a firm mind in every form of godliness. And the Comforter, which is the Holy Ghost, shall teach you all things and bring all things to your remembrance. I promise you that as you willingly acknowledge and carefully treasure the spiritually defined events in your life, more and more will come to you. Heavenly Father knows you and loves you. Jesus is the Christ. His gospel has been restored. And as we remain faithful, I witness we will be His forever. In the name of Jesus Christ, amen. 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 Amen.